Общественные бани Нарьинмара будут работать в прежнем режиме, в частности, баня номер один. Такое решение приняли городские власти после детального рассмотрения данного вопроса, а также изучения мнения жителей Нарьинмара. Напомню, с 1 марта предполагалось изменение расписания работы муниципальной бани, после чего в адрес окружного собрания депутатов поступили обращения от жителей города, которые с новым режимом работы были не согласны. Необходимость перевода первой городской бани на новый график работы был обусловлен соблюдением норм Санпина. Он предусматривает введение технологического перерыва для проведения уборки в помещениях бани. Впрочем, окружные депутаты уверены, в нормах Санпина не говорится о получасовых перерывах на уборку. Кроме того, по мнению парламентариев, посменный график работы повлек бы за собой отток посетителей бани. В настоящее время ее посещаемость варьируется от 80 до 100 человек в день. Баня в районах Крайнего Севера – это не блаш. Издревле считалось, что человек, посещающий баню, у нас оздоравливается в районах Крайнего Севера, проживающий. Почему? Потому что наступает разгрузка психологическая, физическая. У нас в округе многие проживают еще в деревянных домах, где нет благоустройства, поэтому они посещают баню. Но и многие уже жители, которые живут со всеми удобствами, также входят в баню. После многочисленных обращений горожан к окружным и городским депутатам, власти города, после детального рассмотрения данного вопроса, а также изучения мнения жителей Наринмара, все-таки оставили прежний график работы общественной бани номер один. И очень было правильно принято решение после обращения жителей к депутатам, а мы уже обращались непосредственно к главе города, и было принято абсолютно верное решение, что необходимо оставить режим бани прежний. А для того, чтобы выполнить все санитарные нормы, можно сделать небольшой перерывчик в пять минут, когда будут люди из помощного помещения выходить, и в это время будет производиться санитарная уборка. По словам депутатов окружного собрания, прежде чем принимать решение об изменении графика работы бани, руководству необходимо было узнать мнение посетителей и изучить их предложения. То же самое касается и других важных для населения вопросов. Ну и на будущее хочется сказать, что все вопросы, которые возникают, проблемные вопросы в городе, в округе, необходимо решать совместно. Не одна структура принимает решение, а обязательно совместно с город, с округом, город с депутатами, депутатами муниципальных образований, депутатами окружного уровня. Что касается предполагаемого сокращения штата сотрудников бани, то его тоже не будет. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.